Давид не был совершенным, но он покорился Богу. Когда он согрешил, он поспешил раскаяться. Он каялся не потому, что пойман на горячем, но потому, что знал, что разбил сердце Бога. Он хотел жить праведно. И сегодня у этого алтаря вас ждет жизнь с чистого листа. Вас ждет свежая милость и благодать. Все, что нужно сказать, это Бог, ты мне нужен. Привет, я Пол. Почти 10 лет назад мой папа, мой герой, мой пастор неожиданно скончался. Он построил крупную церковь и оставил на нас большую ответственность. Когда он умер, я потерял не только отца, но и веру, цель и будущее. Но Бог пришел, восстановил мою веру и дал мне послание надежды, чтобы я мог делиться Ним с вами. Вы здесь не случайно. Бог не отвернулся от вас. Ваши лучшие дни ждут вас впереди, и вы победитель в жизни, потому что в вас живет Иисус. Иисус сказал, «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом, неверен и во многом». Иисус обращал внимание не только на большие вещи, но и на то, что кажется незначительным. Иисусу было не наплевать на маленькие поступки. Он замечал, как люди относятся даже к мелочам, за которые они несли ответственность. Песней, глава 2, стих 15, сказано, «Ловите нам лисиц, лисенят, маленьких лисенят, которые портят виноградники». Смотрите, какую роль играют, казалось бы, незначительные вещи. Наши маленькие грехи, какие-то незначительные, лукавые поступки стоят нам нашей репутации. Но, Пол, это уже не так и страшно. Моя компания даже не заметит этого. Я взял домой чуть больше, чем требовалось. Я потратил чуть больше средств в компании, чем нужно. Никто даже не заметит. Бог заметит. Эти маленькие лисенята зачастую приводят к падению больших лидеров. Это какие-то мелочи, о которых никто не хочет говорить. Они кажутся такими незначительными. Не будь законником. Благодать всё покроет. Однако маленькие вещи приводят к большим последствиям. Бог, помоги нам быть честным во всём. Вплоть до мелочей. Недавно я проповедовал в Бразилии. Мы шли по джунглям вдоль реки, где водятся крокодилы. И я попросил местных рассказать мне истории об этих крокодилах. Они рассказали, что они вырастают крупными, от трёх метров и больше. И также там водятся огромные змеи. Если идти дальше, на север Бразилии, там водятся анаконды. Там водятся тигры и ягуары, а также огромные обезьяны. Я был в восторге. Мне нравятся страшные истории. Я сказал, расскажите мне о них. Вы когда-нибудь видели ягуара? Или, может, вы сталкивались с крокодилом или анакондой? Они сказали, «Пол, ты пересмотрел фильмов». Я сказал, «Нет, но расскажите о нападении крупных хищников». Они рассказали, на самом деле, больше людей умирает от самых маленьких хищников, а не от больших. В Бразилии водится маленькая лягушка. Она ядовитая. Если коснуться её спины, то умрёшь менее чем через полчаса. Маленькие животные убили куда больше людей в Бразилии, чем крупные. Больше людей погибли не от крокодилов, а от маленьких малярийных комаров и других насекомых. Поэтому в нашей жизни огромное значение играют маленькие вещи. Если мы не будем обращать на них внимание, мы попадём в беду. Мы не должны их игнорировать. И также маленькие вещи могут принести реальные позитивные перемены. В спортзале я познакомился с людьми, которыми я восхищаюсь. Они в прекрасной форме, сильные и стройные. Как у вас это получается? Вы, наверное, занимаетесь каждый день по 6 часов. Нет, по 30 минут. 4 дня в неделю. Всего по 30 минут, 4 дня в неделю. Да, я урезал углеводы. Больше потребляю белка. После 7 вечера не ем. Занимаюсь полчаса в день. 15 минут кардио. И 15 минут силовые нагрузки. Я смотрю на них. Да быть такого не может. Кажется, что вы так упорно тренируетесь. Однако маленькие шаги в течение определенного времени привели к хорошим результатам. Наши маленькие шаги могут привести к огромным переменам в нашей жизни. Так же и в нашем воспитании детей и в нашем браке. Большинство разводов случается не из-за огромных поступков. Кто-то игнорировал маленькие вещи и не хотел их исполнять. Он что-то забыл, она что-то сказала, что-то незначительное. Но эти мелочи могут все изменить. Как вы реагируете, если в разговоре с людьми они начинают плохо отзываться о вашем общем знакомом. Вы тоже начинаете судить, но пол — это просто мелочи. Это же не убийство. Подумаешь, немного посплетничали. Немного похоти, подумаешь, небольшой грешок. Однако в Еклиесиаста, глава 10 стих 1, сказано, что небольшая глупость уничтожит репутацию человека. В начале 19-го человека жил преподобный Роберт Джеймс. Он был пастором Баптистской церкви в Техасе. У него было два сына, и они сильно хотели собаку. Они умоляли отца купить им собаку, но он был очень занят в церкви. Он мучился от того, что понимал, что детям нужно с кем-то играть. Может, реально купить им собаку? И вот в их двор зашел уличный пес. Это реальная история. На псе не было ошейника. Он сказал, «Мальчики, вот вам собака». Она была особенная, «Черный окрас и три белых пятнышка на хвосте». Мальчики были просто без ума от этого пса. Они играли с ним, веселились. Они дали ему имя. Этот пес стал их псом. Но вдруг в городе начали появляться объявления. Пропала собака. Просьба вернуть за вознаграждение. «Черный окрас и три белых пятна на хвосте». Пастор начал колебаться. Мои мальчики так полюбили его. Они так к нему привязались. У него кошки скребли на душе. Но он так хотел, чтобы пес остался у них. И он решил купить черную краску. Он закрасил белые пятнышки черной краской. Хозяин пса ходил из дома в дом. Он искал своего питомца. Однажды он постучал в дом к пастору. Пастор и его двое сыновей открыли дверь. Выбежал пес, который выглядел очень похожим на его пса. Это мой пес. Я его узнал. Вот мои документы на него. Пастор попросил взглянуть на документы. Но здесь сказано, что у вашего пса на хвосте три белых пятна. Мальчики наблюдали, как их отец мастерски манипулировал хозяином пса. Он искусно пытался убедить хозяина, что это не его пес. Они слышали много проповедей отца. Но эту проповедь они никогда не забудут. Он был особенно красноречив и убедителен. Он искусно манипулировал фактами. Где вы видите у этого пса три белых пятнышка? Что вы не видите, что это не ваш пес? Хозяину пришлось признать, что это не его пес. Наверное, это пес ваших сыновей. Простите. Хозяин пса ушел. Пастор улыбнулся и закрыл дверь. Он был так счастлив, что пес остался у них. Он научил сыновей обманывать. Позже в своих мемуарах преподобный Роберт Джеймс напишет, «Пес остался у нас, но сыновей я потерял». Его сыновьями были Фрэнк и Джесси Джеймс, известные преступники в Соединенных Штатах. Они ограбили банки, совершали кражи, обманывали людей. Он сказал, «Я сохранил пса, но потерял сыновей». Они проводили со мной время, но не уважали меня. Вы думаете, никто не увидит, никто не узнает. Но Бог знает, и вы знаете. Себя не обманешь. Ты живешь в доме, который ты строишь сам. С таким характером тебе жить всю жизнь. Притчи, глава 22. «Доброе имя лучше большого богатства». Бог не ждет, что мы будем совершенны, но ждет, что мы будем стараться жить правильно, правильно поступать с людьми и поступать по правде, даже когда никто нас не видит. Давид сказал в Сотом Псаломе, во втором стихе, «Буду ходить в непорочности моего сердца». Мы знаем, что Давид был непорочным. Давид совершил прелюбодеяние и убийство. Как отец он тоже не все делал правильно. Он совершал немало ошибок, но все же Господь простил его. Он назвал его мужем по сердце Божьему. Какой урок мы можем извлечь из жизни Давида? Давид не был совершенным. Когда он согрешил, он поспешил покаяться. Он каялся не потому, что пойман на горячем, но потому, что знал, что разбил сердце Бога. Он хотел жить правильно. Маленький шаг покаяния может покрыть целую гору греха. Один шаг смирения и признания своей вины может покрыть много плохих и темных поступков. И сегодня у этого алтаря вас ждет жизнь с чистого листа. Вас ждет свежая милость и благодать. Все, что нужно сказать, — это Бог, Ты нужен мне. Я не живу праведной жизнью. Я обманываю людей. Я лукавый человек. Но с этого момента вспомните Закхея. Этот маленький человек был полон лукавства. Вы помните, кем он был? Он был низкого роста, и он забрался на дерево, чтобы увидеть Иисуса. Если вы учились в воскресной школе, то вы точно слышали о Нем. Этот маленький человек совершал маленькие грешки. Он потихоньку обманывал людей. Будучи мытарем, он отбирал у людей их деньги. Но после встречи Закхея с Иисусом, после маленького шага покаяния, сердце Закхея изменилось. Иисус не ищет совершенных мужчин и женщин, которые никогда не грешили. Он ищет тех, кто сделает маленький шаг и покорится Ему. Этот маленький акт смирения на глазах у твоего сына, то, что вы с Эшли сядете за парту и будете учиться воспитанию детей, даст вам, родителям, прекрасный результат. Маленький шаг с вашей стороны, когда вы начнете беседу с вашей дочерью-подростком. Небольшой поступок в вашей компании в итоге может привести к прекрасным результатам. На прошлой неделе я отвозил моего сына Лиама в школу. Мы вышли из дома ровно во столько, чтобы в 8 приехать в школу. Мы вышли в 7.45, и я понимал, что если светофоры нас не подведут, мы не опоздаем. Если я превышу скорость всего лишь на одну милю, «О, Иисус, помоги мне даже в мелочах». Я подумал, что мы приедем вовремя. Все будет хорошо. Мы приехали в школу ровно в 7.59. Оставалась целая минута. Я сказал, «Лиам, давай, выходи скорее». Я начал его торопить. Он берет свой рюкзак, ему всего лишь пять. Он берет свой ланчбокс, потом берет свою игрушку, которую ему нужно было собрать по частям. Он разобрал ее, пока мы ехали в машине. Я сказал, «Лиам, давай скорее». У нас нет времени. Он возится еще секунд 5-6. Я говорю, времени нет, давай скорее. У нас 55 секунд, чтобы добраться до класса. Поторопись. Он пытается двигаться быстрее, но проходит еще 5 секунд. Я был раздражен. Я сказал, «После школы будешь наказан». Я завел его в класс, и когда я вышел из школы, Дух Святой проговорил мне, «Пол, ты слишком грубо говорил с Лиамом». Но я ведь его отец. Вообще, кто это говорит? Бог, это ты? Или, может быть, я слышу голос дьявола? Мне показалось, меня осуждают. Бог сказал, «Ты был слишком резок». Ему всего 5 лет. Ты пытался вытащить его из машины. За 5 секунд ты совершенно вышел из себя и пригрозил ему наказанием после школы. Но Бог, Он испытывал мое терпение, и я услышал в ответ, «Теперь ты знаешь, что я чувствую с тобой». Мне приходится сталкиваться с незрелостью 33-летнего пола каждый день. Ты испытываешь мое терпение, но я терпелив с тобой. Ты можешь быть более терпеливым со своим 5-летним сыном. Я сказал, «Бог, но Он такой медлительный, и я еду в машине и говорю с Богом». Бог сказал, «Не нужно наказывать Его после школы. Прояви к Нему терпение». Я почувствовал в сердце облегчение, небольшое облегчение. Я мог взорваться и сказать, «Он мой сын, мне 33, а ему 5, и я не собираюсь извиняться перед сыном». Но Бог сказал, что я должен извиниться перед Лиамом. Я нашел Лиама после школы. Он прекрасно помнил, что случилось утром. Он начал просить меня, «Папочка, не наказывай меня, пожалуйста». Я обнял его и сказал, «Лиам, папа был неправ, прости меня, что я вспылил». Сразу хочу сказать, что у меня не все так чудесно выходит. Я рассказал историю, где поступил неправильно. Не думайте, что я совершенный отец, это не так. Но в тот момент я извинился перед Лиамом. Я признал свою неправоту. Я сказал, «Прости меня». Лиам сказал, «Ты тоже меня прости». Я больше так не буду. В следующий раз я буду быстрее. «Нет, Лиам, все хорошо. Тебе всего 5 лет. Я тебя люблю. Я буду терпеливее». «Прости, папа был неправ». Он обнял меня и сказал, «Ничего». Я же тоже бываю неправ. Он просто удивительный. Я его так люблю. Я люблю всех наших детей одинаково. У меня нет любимчиков. Бенни, Мак, Лиам. Они все превосходные дети. Но маленькие слова могут проникнуть глубоко в сердце. Маленькое слово «прости» может спасти брак. Маленькая фраза «я был неправ». Как насчет того, чтобы в следующий раз, когда в нашей компании вас будут пытаться поправить, вы не станете себя оправдывать, а скажете вашему боссу, «Простите, я постараюсь сделать лучше». Наши маленькие шаги смирения кажутся такими незначительными, но они значимы для Бога и значимы для наших отношений. Гордыня не позволяет многим людям сказать, «Я тебя люблю, прости меня». Гордыня не позволяет им сказать, «Я был неправ» или «Я прощаю тебя». В Иакова, глава 3, стих 5 сказано, «Так и язык — небольшой член». Это маленький член нашего тела, но он может создавать небеса или ад, высвобождать массовое поражение или массовое исцеление. Язык. Представьте, какое пламя можно разжечь одной маленькой искрой, всего лишь маленькой одной искрой. В 1991 году мама с папой услышали небольшой призыв лететь в Россию. Они выросли в Монголии, штат Арканзас, затем переехали в Талсу, штат Оклахома, чтобы учиться в университете Орла Робертса. Они ощутили небольшой призыв начать церковь в Талсе. Потом они услышали небольшой призыв назвать эту церковь «Победа». А в 1991 году они ощутили маленький призыв поехать в Россию. Папа ощутил маленький призыв написать книгу «Это новая жизнь», всего 30 страниц. Они отправились в город России под названием Санкт-Петербург. Все знали о Москве. Но Санкт-Петербурге многие даже не слышали. У нас у всех на склуху город Москва. Но они отправились в Санкт-Петербург с этими маленькими книжечками. И миллионы людей были спасены благодаря этому маленькому послушанию. Маленькие вещи могут привести к огромным результатам. «Для этого не нужно стоять за кафедрой. Бог сказал мне, что то, что я извинился перед сыном, было лучшей проповедью, чем все мои проповеди в этом году. Маленький акт смирения перед сыном. Мы с Ишли хотим воспитывать детей Божьим путем. И эти маленькие шаги приведут к хорошим результатам. Начать домашнюю группу, завести беседу с дочерью, подростком, сделать маленькие правильные шаги на работе. Все это, казалось бы, мелочи, но они приведут к большим результатам. Однажды Иисуса пригласили на ужин, и туда вошла женщина. Время приближалось к Пасхе. Приближалось время Его распятия. Его ученики не знали, что случится, но Он прекрасно знал, что скоро Он окажется на кресте, и что несколько гвоздей изменят все для всего мира. Эта женщина вошла, и в ее руках был алебастровый сосуд с миром. Это было драгоценное миро. Она стоила годовую зарплату. Она разбила сосуд и вылила на ноги Иисуса. И распространилось прекрасное благоухание. Но ученики были вне себя. Как она посмела это сделать? Особенно негодовал Иуда. Можно было продать и раздать нищим. Зачем она истратила все на тебя, Иисус? Да еще вылила это миро тебе на ноги. Иисус сказал, «Ты не понимаешь, об этом маленьком акте смирения услышат во всем мире». Веками люди будут говорить о том, что сделала эта женщина. О ее маленьком шаге послушания. Кто читал эту историю в Писании? То, о чем пророчествовал Иисус, исполнилось. Люди слышат о ней по всему миру. Иуду это очень разозлило. Он ушел с ужина. И Библия говорит, что в тот самый вечер он пришел к фарисеям и спросил, «Что я получу, если выдам вам Иисуса? Что вы дадите мне, если я передам его вам?» Они сказали, «Что ж, мы дадим тебе это 30 серебряников». 30 серебряников. В эквиваленте на наши деньги это где-то 20 долларов. Вы скажете, «Пол, я никогда бы не предал бы Иисуса за 20 долларов. Я никогда бы не отказался от моих отношений с Иисусом за 20-30 долларов, за 30 серебряников». Но как вы относитесь к мелким вещам? Несколько недель назад мои мальчики захотели построить домик на дереве. Я пошел искать деревянные поддоны. Я хотел, чтобы это был проект, сделай все своими руками. В Гугле я нашел, что можно построить домик на дереве с помощью деревянных поддонов. Я ездил по городу и нашел возле одной мусорки кучу таких поддонов. Я подумал, они никому не нужны. Скорее всего, их выкинули в мусор. Я взял пару поддонов, но внутри было небольшое обличение. Скажите, небольшое обличение. Иногда все, что мы слышим в сердце, это тихий голос, говорящий нам, что мы сделали что-то не так. Это тихий голос. В моем сердце говорил, не нужно брать эти поддоны. Сначала спроси хозяина компании, действительно ли они их выбросили. Вы скажете, но пол, они ведь лежат уже возле мусора. Но я должен был послушать тихий голос внутри. Я не говорю, что я всегда делаю все правильно, но я стараюсь с каждым годом становиться лучше даже в мелочах. Я хочу становиться лучше каждый день в том, что кажется незначительным. Я хочу быть честным человеком. Мне не нужна известность. Я просто хочу угождать Богу своей жизнью. Просто я хочу, чтобы моя жизнь была угодной в Божьих глазах. Я обратился к хозяину компании. «Могу я взять парочку поддонов, которые у вас на заднем дворе?» Помните 30 серебряников? Он сказал, «Не могу поверить, что вы пришли спросить меня. Люди в основном берут без спроса. Они лежат возле мусора». Я сказал, «Просто хотел убедиться, что они вам не нужны». Он сказал, «Пожалуйста, забирайте хоть все». Я подумал, чтобы взять два поддона, я буду небольшим воришкой, которому умудрился утащить поддоны, и никто не заметил. Они пригодятся для домика на дереве. Но благодаря этому, что я спросил, он позволил забрать все. Ваша честность откроет вам двери для большого благоволения в вашей жизни. Ваш правильный поступок будет вознагражден. Вы можете продать ваши отношения с Богом всего за 30 серебряников. Казалось бы, вы не честны в какой-то мелочи. Закрасили собаке хвост черной краской. Но всему есть воздаяние. Мелочи имеют значение. Когда мой папа умер, я был в депрессии. Вдруг мне начали сыпаться смс-ки с неизвестного номера. Они были очень вдохновляющие. Пол, ты сильный муж Божий, не оставайся, не сдавайся, и не опускай руки. Бог за тебя, все еще будет хорошо. Я не знал, кто это писал, но в тот момент мне это было очень нужно, потому что это было время, когда я был готов сдаться. Я подумал, что эта жена купила еще один номер и строчит мне смс-ки, чтобы меня поддержать. Я спросил, это случайно не ты пишешь мне сообщение? Она сказала, нет, дай гляну, что за номер. Я звоню этой женщине прямо сейчас. Это была не женщина. В нашей церкви был один молодой парень, еще подросток, Тед Гомес. Он взял мой номер у своих родителей и раз в месяц писал мне смс. Эти маленькие сообщения, послать, которые занимало у него, должно быть не больше минуты, но они проникали в мое сердце как раз вовремя. Одно слово «прости» и одна фраза «я люблю тебя, сынок», может направить человека с неверного пути на правильный путь. Одна фраза «я прощаю тебя» может спасти кого-то от реальных глупостей. Всего лишь один маленький акт послушания может изменить всю вашу жизнь. Я надеюсь, что это послание вдохновило вас и напомнило вам, что маленькие вещи тоже имеют значение. Такие маленькие вещи, как хождение в церковь, чтение Библии и молитва. Такой маленький шаг, как прослушать проповедь и произнести молитву Бог. Мне нужна твоя помощь сегодня. Точно так же, как вы слышали в проповеди, что маленькие действия могут производить огромные перемены, вы можете сделать маленький шаг прямо сейчас, чтобы изменить курс вашей жизни. Почему бы вам не произнести эту молитву со мной? Я не говорю, что она все исправит, но это точно правильный шаг для вас. Это шаг смирения и послушания. Это шаг, когда вы говорите, «Господь, мне нужна твоя помощь». Скажите вместе со мной, «Иисус, я весь твой. Я прошу тебя сегодня о твоей милости и благодати. Я нуждаюсь в тебе, Господь, и я сдаюсь в твои руки, да будет воля твоя в моей жизни во имя Иисуса». Аминь. Если вы молились этой молитвой, я верю, что вы не только попадете на небеса, когда перейдете в вечность. Я верю, что здесь, на земле, вы увидите сверхъестественную Божью помощь. Бог даст вам победу. Как церковь мы хотели бы послужить вам. Заходите на наш сайт, там вы найдете все наши проповеди и другие ресурсы. Если это послание вас вдохновило, расскажите о нем своим друзьям, поделитесь с ними ссылкой на наш сайт или на наш YouTube-канал. В Церкви Победы вы будете как дома. Помните ваши лучшие дни прямо перед вами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!